Почетные места в составе сборной Брестской области принадлежат как молодым, так и опытным спортсменам. Елена Милюсик, Олег Юриня, Татьяна Холодович, Эльвира Герман. Призеры различных, в том числе и мировых первенств, поборются за блестящие кубки и золотые медали. Пять лет я был в национальной команде Республики Беларусь. 17 место занимал на чемпионате мира неоднократный чемпион Республики Беларусь в смешанном парном разгаде. На этих европейских играх планирую попасть в десятки по сильнейших участников игр, ну и также побороться за медали. В основном готовился на Брестской базе в лёгкоатлетическом манеже. Два раза в день проводил, я также являюсь тренером, старшим тренером Брестской области по бадминтону. И тренируя своих детей, воспитанников, сам готовился к этим играм. Словом, Брестская область первая встретила эстафету «Пламя мира» вторых европейских игр. Со слов заместителя председателя Брестского облсполкома Геннадия Борисюка, объекты придорожного сервиса, отели, агроусадьбы, гостиницы готовы к приему многочисленных гостей в полной мере. Но в первую очередь нужно было оказать поддержку спортсменам. «Организационные вопросы, технические вопросы все решены. Все спортсмены получили всё то, что им нужно было для подготовки и организации тренировочных сборов. Поэтому, я думаю, сейчас осталось только одно – показать результат и доказать, что Брещено – это спортивная составляющая нашей республики. Я очень надеюсь, что те брестские спортсмены, которые будут участвовать по разным видам спорта, они будут достойны в команде Белоруссии и покажут максимальный результат. На это всё ориентированы и задачи, и любой спортсмен к этому стремится». Не менее серьёзно к проведению Евроигр подходят туристические операторы Брестской области. Они уже разработали свыше 40 экскурсионных программ с посещением спортивных объектов. «Существует онлайн-портал «Ветлево». Это официальная онлайн-площадка европейских игр национального нашего туроператора «Центр-курорт». И этой площадкой могут воспользоваться для онлайн-бронирования как отдельные туристы, так и организованные группы, организованные болельщики».